Очередные громкие обыски в Одессе. На этот раз правоохранители наведались к строительному магнату. Следствие приписывает ему чуть ли не финансирование сепаратизма на востоке страны. Все подробности разразившегося скандала в материале Андрея Анастасова. Аднан Киван, бизнесмен сирийского происхождения, владелец строительной империи Кадор Групп, которая уже много лет, не без скандалов, возводит многоэтажки по всей Одессе. После событий на Майдане он занял подчеркнуто патриотическую позицию. Люди, которые защищают Украину, они защищают справедливость и они защищают демократию. Тем необычнее причина обысков у Кивана. Сотрудники киевского СБУ нагрянули в его офисы, расследуя дело о финансировании терроризма. По данным следствия, часть денег, вырученных от продажи квартир в новостройках, бизнесмен не вносил финансовую документацию, а наличкой отдавал одному из бывших депутатов Одесского горсовета. СМИ пишут, что это Игорь Марков. Доказательства этой версии СБУшники искали сегодня дома у фигурантов дела, а также в бизнес-центрах. Внутрь не впустили не только сотрудников компании, чьи офисы там расположены, но даже адвоката строительной фирмы Кивана. По закону я имею право представлять интересы данного юридического лица, собственника помещения при проведении следственных действий. И вот мы вызвали полицию для того, чтобы зафиксировать факт недопуска. Стоит сказать, что Однан Киван уже два года воюет с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Чаще всего это бизнес-разборки и касаются они земельных вопросов. И у того, и у другого есть свои покровители в Киеве. Эксперты считают, обыски как раз отголоски этого противостояния. И та, и другая сторона имеет свои группы поддержки в Киеве, которые в том числе борются между собой за влияние на Одессу и за контроль каких-то потоков и ресурсов в Одессе. Это все происходит по какому-то своему алгоритму. Три недели назад обыски проходили и у самого Геннадия Труханова. Тогда к нему приезжали сотрудники НАБУ. Но чем в итоге все закончилось? Тайна следствия за семью печатями. Что касается сегодняшних следственных действий, то, как сообщает СБУ, у фирмы-застройщика изъята финансовая документация 25 миллионов гривен наличными и около 100 печатей фиктивных предприятий. Андрей Анастасов, Богдан Вербицкий, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер.